Дальше можно вместо несуществующей формулы Tabl, которая выражала бы альбетическую истинность, записать вполне себе существующую формулу, которая выражает альбетическую доказуемость. Есть такая формула, или если вы любите немецкий, я применяю то, что слово Beweissbar, доказуемый, которая определяется как существует y, формула которая говорит о том, что x есть код доказуемый, ну в той же самой альбетической пиано, скажем, формула A, а y это код ее доказуемый. Ну вот это как раз тот вопрос, который довольно трудно технически, но тем не менее совершенно понятный интуитивно. Говорит следующее, что есть доказательства, доказательства, это последовательность формулы, построенные по определенным правилам. Значит здесь скажут, существует такая последовательность. Ну и вот тут-то как раз возникает этот тонкий момент, связанный с кодированием последовательности. И мы утверждаем, вот это я не хочу доказывать сегодня, что конечные последовательности натуральных чисел можно как-то кодировать с помощью одного числа. Ну интуитивно это более-менее понятно. То есть конечная последовательность, каждое число, так сказать, двоичное слово, ну можно как-то их записать в виде одного такого двоичного. То есть возникают такие неприятные вещи, ну понятно, что возникает вопрос, а где там между ними границы между этими числами последовательности. Вот это все как-то аккуратно делается, но с чем мы говорим, существует последовательность формул, обладающая следующими свойствами. Во-первых, последняя формула, это вот тот самый х, который мы управляем себе доказательство. А во-вторых, любая, для любого номера формула, то вот эти последние, на самом деле прощай, это тоже. Верно следующее, что эта формула, то есть натуральное число, либо является аксиомой, то есть Гёдлевым номером аксиомы. Аксиомы бывают там, аксиомы логики, аксиомы архметических пиантов, либо получается из предыдущих форм, там правила вывода, правила вывода в обычном 2, это правила лонус-конус, и правила лонус-конус, и правила лонус-конус. И правила вообще не. Такое-то странное, оно говорит, что если вы доказали формулу А, в которую х просто входит как переменная, то можно сказать, что мы доказали для любого значения х. Ну, это соответствует такому вот математическому способу рассуждений, когда мы хотим доказать, что для любого х верно что-то. Мы можем доказать, просто возьмём произвольное значение х, после чего рассуждаем с этой переменной х, а потом, раз мы взяли её произвольное, то мы доказали два таких стандартных правила, и каждый элемент этой последовательности, если он не является аксиомой, он должен получаться по одному из этих правил из каких-то предыдущих. Так, ребята, все помнят систему обозначений, да? Что там вверху написано? Формула некоторая А, ну, некое утверждение, да? Потом из А следует Б, и вот это подчёркивание, все понимают, что это такое? Да, значит, черты давайте инвентивные. Обычно правила пишутся так, что над чертой пишутся то, что нам известно, а под чертой то, что мы пытаемся доказать. Но что значит, дано доказать? Да. Дано докажите. Мы используем для этого такую черту. Ну, в школе там тоже как-то там, там какой-то такой полузнамин используется, конечно. Дано доказать. Ну, это уже неважно какой, но... Да, вот, договорились, давайте, на этой лекции, понятно, да? Для тех, кто сегодня первый раз пришёл, палочка с, так сказать, торчащей, да? А это доказуемость. Существует доказательство. Доказать из аксионов данной теории. В принципе, можно здесь написать что-то другое, например, какую-то более сильную психическую систему или более слабую. Тоже мы можем сделать. Это мы понимаем. Значит, получается, что важно, что если вы научились кодировать последовательность числа как числа, то мы можем понять и доказательность кодировать тоже как некоторую айфметическую форму. Ну, здесь написано как раз, что последний элемент равен ксу, и для любого элемента он либо аксиома, где свойство быть аксиомой тоже как-то записывается айфметической формулой, либо, получается, из предыдущих, вот, с помощью вот одного элемента, это тоже можно написать айфметически. Получается некая айфметическая форма ксу, а вот этот кс — это подтверждение о существовании доказательств. То есть доказуемость — это существование доказательств. И теперь давайте мы посмотрим вот что. В отличие от этой тау, которая не существует пор, это вполне себе не существующая айфметическая форма. И мы можем применить к ней вот это рассуждение, связанное с парадоксом лжеца. Но я его сейчас сотру. Я потом его тут же здесь восстановим уже в новом виде. Я напишу формулу, я назначу буквы «Жея», через гюргер, которая согласительно своей недоказуемости. Вот я имею в виду в дождь — она существует. То есть эта формула, она не говорит вам «Я лгу, я не верну». Эта формула говорит, что «Я недоказуем». Давайте подумаем вот так вот. Это такой вопрос, когда я недопонимание происходящего. Как вы думаете, это формула истина или нет? — Ясно. — Как? — Ясно. — Истина, да? Смотрите, почему? «Же» — это либо истинная, либо ложная, правильно? Если эта формула ложная, то тогда она доказываема, правильно? Ну, потому что раз «Же» — это не доказуемо, то не «Же» — это доказуемо. Если «Ж» было бы истинно, то «Ж» было бы доказуемо. Значит, получающая формула была ложная, и при этом доказуемо. Это означает, что наша алипетическая система могла бы доказывать ложную формула. А мы считаем, что это не так. Мы считаем, что то, что мы доказываем в алифметике пиано — все истина. Так что мы получаем, значит, первое, что «Ж» — истинно. А теперь второе — будет ли «Ж» — доказуемо? Не будет, ну, потому что она истина, а она сама про себя говорит, что я не доказуемо. Ну, значит, она не доказуемо. Ну, собственно говоря, что произошло? Значит, первое замечание — никакого парадокса теперь нет. Формула же честно говорит, что она не доказуемо, а действительно не доказуемо и действительно нам не будет. Она про себя дорешла. Вторая вещь, которая отсюда получилась просто сразу — это теорему неполноте в ее, так сказать, первой форме. Арифметика пиано — не полна. То есть, если вы что-то сумели доказать, то это истина. Ну, это то ради чего все затевалось, если вы бы умели доказывать неверные факты, что все было очень плохо. Но вторая вещь, что существует формула, и вот одна из них — вот такая, которая при этом не доказана, но при этом не доказана. Это первая теорема никогда не помнать. На самом деле можно отсюда извлечь немножко больше. А именно смотрите, что я могу получить. Давайте я буду рассуждать. Значит, я говорю вот что. Дерзаю, что жен следует из непотиворечимости арифметики пиано. То есть, если я могу доказать, что арифметика пиано непротиворечила, то я могу доказать, что это. И я буду доказывать, что это противно. Значит, предположим, что женит. Что там он получит? Получит уже доказанность. Но отсюда следует... Вот тут я буду пользоваться этими условиями доказанности, которые я доказывать не буду. Но которые очень естественные. Я рекомендую не отдельную душу. Давайте я их в виде двух условий напишу. Их обычно бывает три. Одно вот такое. Что если нечто доказуемо, то факт его доказуемости тоже доказуем. А второе условие это формализованное правило modus modus modus. То если доказуемо а стрелка b и доказуемо а стрелка b. Ну, второе условие это совсем естественно. Мы же только что сказали, что у нас в системе есть вот такое правило, что если я умею доказывать а, и умею доказывать, что вам решет в это, я умею дать в это. Ну, соответственно, если есть какое-то доказательство вот этого, доказательство вот этого, ну, я возьму одно, напишу потом второе, и потом напишу в конце, который как раз получится. Первое условие выглядит немножечко более странно, но тем, если вдуматься, оно тоже, так сказать, естественно. Он говорит следующее, что если я доказал, так и что, да, доказал а, то значит, что у меня есть явный пример, вот явное доказательство этого, того, что а верно. Ну, значит, вот, вторжнее существование, это могу доказать, просто определить этот пример. То есть ничего такого не происходит. Вот из а его доказуемости, все говоря, не следует, потому что есть неполнота. А может истинно, но не доказано. Вот мы здесь этим воспользуемся. Если доказуем Ж, то доказуемо доказуемо Ж. А с другой стороны, давайте посмотрим. У нас есть Ж, равносильно звоним недоказуемости, правильно? Значит, с доказуемостью Ж можно вывести. Доказуемостью Ж не доказуем. Потому что Ж говорили, что я не доказал. Но эти два высказывания в сумме дают противоречивость арифметика. Потому что здесь получилось, что арифметика доказывает нечто, и арифметика доказывает его отрицание. Если она доказывает два утверждения, противоположных, одновременно, то она противоречит. Значит, здесь нет бога, с этой противоречивостью. Ну и наоборот, если арифметика не противоречила, то из нее выводится Ж. И отсюда вы получаете вторую теорию, где он для него платит. И противоречивость. Да. Нет это арифметика. Теория не может доказать свою собственную противоречимость. Это вот тот самый знаменитый Гёдерев-принцип. Что? Теория достаточно сильная, как говорит Медицин Пиана, но уже достаточно сильная. Что она должна уметь рассуждать о своей собственной противоречивости, уметь доказывать теорию подлижной точки и уметь доказывать вот эти вот свойства доказуемости, которые перечислили здесь. Если вот всё вот это верно, для арифметики Пиана это верно, то тогда вторая тюрьма идёт на неполноте, которые утверждают, что непротиворечивость арифметики Пиана не может быть доказана в рамках самой арифметики Пиана. ну и это дальше есть нам естественный философский вывод который заключался в упадке называемой программой гильберта о основании тима гильберт начинал с того что смотрите вот одна из важных проблем являются фактические теории противоречимыми даже такие простые как рассуждал непротиворечимости это сугубо конечного утверждения она говорит что не существует конечного доказательства которые приводят к противоречию он предлагал доказать это утверждение противоречивости в рамках какой-то очень слабой маленькой теории в которой мы уверены это называется финипная теория если мы сумели доказать то после этого мы могли пользоваться нашей более мощной теорией так сказать знаю что она никогда не придет нас противоречить но при этом вот это теория полностью это уничтожает что она говорит что если теория достаточно богатая но как параметры то даже она сама не может доказать свою непротиворечимость чего уж говорить о каких-то более слабо подсистемы значит получаешь непротиворечивость как подвисать чтобы доказать противоречивость нужно рассматривать еще более сильную теорию но у нас также такая сомнение кто будет для них тем не менее вот эти условия то что вот это все было доказано это нет реально есть пример более искусственно недавно естественно пример теории которые видят для которых это ломается и они могут доказывать свою непротивореченность но эта теория очень слабая они с ней нет полной индукции так как доказывает с помощью парадокса лжеца по сути говоря первую и вторую теорему беда ли он не было давайте перейдем к чему-то более интересно